В Хабаровске началась заливка самого большого в крае катка. Это уже вторая попытка. Ранее из-за теплой погоды первый лед растаял. В этот раз специалисты дирекции спортивных сооружений Хабаровского края уверены, зима пришла надолго. Наталья Смоленинова с подробностями. Сегодня первый день не календарной, но природной зимы. На стадионе имени Ленина очень холодно, адски ветрено. Зато, как говорят, здесь минуса стабильные. Именно поэтому сегодня стартовала заливка самого большого в крае катка. Заливку льда рабочие начали еще в 6 утра. Уже вылили десятки литров воды, и это только начало. Я вижу, пар идет. Горячая, да, вода сейчас? Да, это горячая вода для того, чтобы подготовить поверхность. А потом что будет? А потом будем уже наращивать слой именно холодной водой. И после этого будем уже, так сказать, шлифовать поверхность уже так же горячей водой. На укатку льда потребуется минимум две недели. В итоге должен получиться самый большой в крае открытый каток. Площадью 18 тысяч квадратных метров. В какую сумму обойдется народная забава и украшение стадиона, пока говорить рано. В этом году на стадионе будет целых два катка. Основной и для новичков рядом с футбольным полем. Там свои силы смогут попробовать те, кто недавно встал на лед. В ближайшие дни здесь начнут устанавливать праздничную иллюминацию, фотозону. А еще на стадионе появится почтовый ящик для писем Деду Морозу. И в конце декабря всю корреспонденцию отправят в Великий Устюг. Мы сделали предупредительные сигнальные таблички, которые не рекомендуют выходить на лед в тот момент, когда работает спецтехника. Поэтому, уважаемые хорборочане, мы к вам обращаемся. Пожалуйста, наберитесь терпения и дождитесь открытия народного катка. Открытие катка намечено на 1 декабря. Наталья Смоленинова, Александр Шумихин, телеканал «Губерния».